Добро пожаловать в твою новую зону комфорта. Проект для тебя и твоих друзей. Здесь ты сможешь найти много нового, интересного и необычайного. То, к чему стремятся настоящие лидеры. Но будь осторожен, мы вызываем зависимость. Приготовься, мы начинаем. Полит Майн. Это уникальный сервер Майнкрафт. Реальная карта мира. Создание своего государства. Эпичные войны. Сервера без лагов. Лучшая администрация. Настоящая политика только у нас. Заходи и покори этот чертов мир. Полит Майн. Версия 1.12.2. IPCFsFactory.ru Мы ждем тебя. А перед началом этого ролика, дружище, я хочу тебя попросить подписаться на мой канал. Для тебя это просто подписочка, а для меня это такой моральный буст, который заставляет меня делать контент и дальше саморазвиваться. Поэтому, если тебе понравится видео, подпишись. Буду тебе благодарен. Всем привет, друзья. Меня зовут Искал. Сегодня у нас на канале прохождение за Польшу сценарий 1939 года. Основная задача выстоять против натиска Третьего Рейха, а также, если получится, побороть его и всех его ближайших союзников. Играть мы будем на сложности сержант в режиме Iron Man с включенными дополнениями, а также достижениями. Это значит, что геймплей будет очень интересным, поэтому давайте приступим. Первым делом нам нужно выбрать фокус, который повышает нам стабильность. Стабильность это главный путь к успеху для Польши образца 1939 года. Также сразу распустим ненужные нам танковые дивизии и мотострелковые, так как мы не будем производить нужное оборудование для них, так как нам это нифига не выгодно. Подкорректируем немного производства, удалим ненужные самолеты и так далее, и поставим основной упор на пехотное снаряжение и зенитки. Зенитки, которые будут влиять очень сильно на нашу будущую войну с Третьим Рейхом. По исследованию первым делом изучаем пехотное вооружение, а также промышленность и электронику. Не забываем про доктрины, которые будут очень сильно помогать нам в будущих войнах. А также мы создадим укрепрайон и назначим политиков, именно нужных нам политиков, а не всяких министров, которые дают нам бесполезные бонусы. Укрепрайон у нас будет в сторону Лозя и Варшавы. Поэтому стараемся быстро застраивать их укреплениями и переводим основную часть авиации именно в Варшаву, откуда будут совершаться наши боевые вылеты. Назначаем генералов с уклоном на оборону, а также планируем, как мы именно будем защищаться. Я буду вести войну на истощении, а именно менять постоянно свои дивизии, делать рокировочки, чтобы противник не успевал пробивать мои территории. Уже началась война, и Третий Рейх начал незамедлительно захватывать наши территории, продвигаясь вглубь нашей страны и в скором времени окружив укрепрайон. Музыка 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 Пока Третий Рейх пытается нас пробить, он потихонечку начал захватывать Францию, а также объявил войну Швейцарии. Тем самым обход линии Мажино обрел новый смысл. А мы, в свою очередь, пока Третий Рейх укрепляет свое превосходство над Францией и другими союзниками, мы продолжаем укреплять нашу оборону в нашем Укреп-районе. 27 мая 1940 года с союзниками на территории Европы было покончено. Незамедлительно Верховное командование Вермахта перевело огромное количество дивизий на нашу границу, чтобы они попытались в свою очередь пробить нашу глубокую и неприступную оборону. Третий Рейх никак не унимался, он пытался пробиться на нашу территорию. Иногда у него это получалось, но я делал свои временные поправочки войске, поэтому Третий Рейх опять безукоризненно терял огромное количество людей пехотного снаряжения. Праведливости ради, мы тоже теряли достаточно большое количество пехотного снаряжения, но не так много людей, как Третий Рейх. Заглянув в боевую статистику, я пришел к выводу, что союзники нифига не оборонялись. Такое чувство, что они наоборот пытались атаковать Третий Рейх, так как потерь понесли намного больше, чем все страны Аси. В скором времени пал Каира, это значит, что силы Аси добрались и до Африки. Но благодаря нашим генералам, которые были заточены на оборону, а также постоянным рокировкам войск по позициям, мы быстро смогли сдержать и отбросить все планы Третьего Рейха на захват наших территорий пока что. Третий Рейх нес огромные потери не только людских ресурсов, но и оснащения. Танки, которые некогда были полностью укомплектованы на нашей границе, уже не так боеспособны, как раньше. Третий Рейх продолжал беспомощно атаковать нашу оборонительную территорию, даже не понимая, что таким образом мы изматываем его, дожидаясь, пока на нашу сторону ступит огромный Советский Союз, который имеет уже цель войны против Рейха. Даже фашистская Испания ступила из-за Рейха, Советский Союз еще ждет, но я уже вижу некоторые бреши в обороне Третьего Рейха, которыми я незамедлительно воспользуюсь. Нам удалось вернуть несколько регионов нашей страны, но теперь наша задача оборонять их, так как, судя по всему, Верховное Командование Рейха очень сильно разозлилось на этот наш выпад и прислало еще больше дивизий для укрепления границы и попытки захватить нашу столицу. Спустя еще несколько недель мы еще раз воспользовались брешами в обороне Третьего Рейха и отбили еще несколько своих родных территорий. Гитлер, походу, разозлился на это и отправил еще больше дивизий, и они пошли в очень мощную лобовую атаку. Мы потеряли несколько наших отвоеванных территорий, и теперь наша задача оборонять те, которые у нас остались, и дожидаться помощи Советского Союза. Советский Союз наконец-то нарушил Пакт Молотова-Риббентропа и вступил в войну против Третьего Рейха. Тем самым мы сможем вместе соединиться и вступить в один альянс, тем самым скоординировать свои силы для будущих завоеваний Германии и освобождения других стран. На дворе 4 сентября 1942 года. Объединенные силы Польши и Советского Союза ведут совместные бои за Литву против Оси, чтобы соединиться вместе в один фронт и получить достаточно большую полосу для будущих завоеваний и освобождения Европы. Сейчас вы на своих экранах видите фронт, видите могучий фронт польской и советской армии, который пытается искоренить врага из своих территорий и пойти в контрнаступление, чтобы быстрее покончить с фашистской угрозой. В конце 1942 года объединенная армия союзников высадилась на некогда дружественную территорию Франции и освободила Париж. Это знаменательное событие, которое сыграет важную роль в войне с Осию. Третий рейх был бит. Он переводил огромное количество своих дивизий на границу с союзниками. Тем самым мы получали простор для котлов и не только. Спустя время наши дивизии вошли вглубь Венгрии, которая не имела ни капельки дивизий на своей родной территории. Тем самым мы быстро ее заставили капитулировать, а Советский Союз по-быстрому разобрался с Югославией и Румынией. Союзники отвоевали большую часть Бенилюкса и Франции, а также мы вместе с Советским Союзом забрали под свой контроль огромную часть Германии и, как вы видите, захлопнули пару котелков. В начале 1943 года Германия капитулировала. Осталась лишь маленькая часть Третьего Рейха, которая осталась в Минске, где и засел Адольф Гитлер. Я перевел огромные части своей армии на границу с Италией, оставив почти все свои территории беспомощные. Но там был Советский Союз и Советский Союз охранял мои территории. Вот что значит брат за брата, кровь за кровь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А 1 февраля 1943 года нашими войсками был взят Рим. В скором времени произошла, так сказать, Ялтинская конференция, на которой главной стала Польша, потому что она выжила против могущества Третьего Рейха, а также захватила огромную часть его территории. Советский Союз, как всегда, изуродовал всю Европу, понаделав марионеток там, где не надо. А я попытался сделать красивые границы, ребят, серьезно, но у меня это не получилось. Блин, обидно, конечно. В итоге мы сделали красивые границы Польши, забрав несколько территорий Германии, а также Кёнигсберг. Немножко также подхавали Словакию и Венгрию, а также создали марионетки, чтобы сделать вот хоть где-то красивые границы. Но смотря на этот ужас, я хочу сказать, что мой внутренний перфекционист откинул коньки. Но вот и настало время предисловия. Благодарю вас всех за этот просмотр, мне было приятно для вас рассказывать эту историю, а также делать это прохождение монтаж. В этой партии я выполнил очень редкую ачивку, которую вы видите у себя на экране. Мое мнение насчет сценария 1939 года и Польши. Трудно, да, достаточно трудно даже на режиме сержанта, потому что Рейх очень сильно атакует, потому что мы подкачали мозги в новых версиях игры, это и так понятно. Поэтому у меня были моменты, когда я мог проиграть эту партию, так как не уследил немного за Варшавой. Но все обошлось и мы вместе с Советским Союзом попилили достаточно некрасиво карту мира. Вот так вот. Благодарю еще раз всех за просмотр, за ваши лайки, подписочки, комментарии, также колокольчики. Всем удачи и до скорых новых прохождений.